приветствую всех прямом эфире сегодня у меня так сказать небольшое послание всем народам кавказа точнее всего два листа из нардского эпоса и думаю каждый по крайней мере те кто себя считают какое-то отношение к нардским сказаниям каланам культуре прошу вас обратить на это внимание байра приветствую всех защитчик для начала я зачитаю эти два листа потом уже отвечу на ваши вопросы то есть я собираюсь постепенно исходя из этих двух статей раскрутить эту тему и по возможности максимум те кто знает сделайте репост это и в кавказских группах тут я хочу обозначить корень всех наших проблем и бед который описан в нардских сказаниях так начинаем заглавия в стране поздних нартов запомните и сами тоже потом наберете в поиске поисковике и зачитайте и так всякий раз даже спустя века до лимоны то живут вечно просто иногда они так надоедают богу что забросит он их на время в дальний угол земли и забудет но они каким-то образом найдут дорогу опять тут как тут притягивает родина к себе даже злых существ смотрел бог на нартов как на детей которым дал от щедрот своих но что-то не заладилось у них и решил пусть пройдет народ нартов большие испытания чтобы выправить свое предназначение на земле закрыл им пути по необъятному миру где носились эти счастливые дети бога войны ареса на быстроногих конях ровными рядами под знаменами сверкающих на солнце шлемах и мир запомнил их не кровожадными врагами а благородными рыцарями в наказание завел их создатель глубокие горы окружил соседями впадавшими в непримиримое излобление оставил одинокими и сказал выживайте как сможете пока не придут ко мне истинные из вас готовы отдать свои сердца и души во имя всех остальных и не наберется их столько чтобы смогли победить дух до лимонов до тех пор будут у вас ваши беды думаю вам все предельно ясно этого можно сказать от всевышнего завещания из нардского эпоса еще раз слушайтесь последнюю последнее предложение пока не придут ко мне истинные из вас готовы отдать свои сердца и души во имя всех остальных и не наберется их столько чтобы смогли победить победить дух до лимонов до тех пор будут у вас ваши беды так запомнили так следующий лист вернее отрывок из нардских сказаний под названием в стране поздних нартов а теперь о сути проблемы в корне у народов кавказов из-за чего у нас нет этого единства разногласия раздор так далее и тому подобное слушайтесь каждое слово что и говорит любили поздние нарты пироват не меньше прежних нартов закончивших свое существование тем что когда-то уже успели разозлить бога своим непослушанием то есть когда говорят вот нарты были такими пример приводят нартов героев на самом деле как как сегодня происходит все те же проблемы были и тогда чтобы вы знали а сбивали этот народ время от времени с истинного пути до лимоны существа от зла и тогда нарты нарушали все заповеди одно говорят другое думают третье дело лицемерием и фальшу дьявол не обидел помощь собирали не бедному а богатому причем соразмерно его богатству и престижу слушайтесь каждое слово все вот точности как и происходит сегодня далее и чаще бывали в честь именно бесчестные лишь бы имел баранов побольше а где и как он этих баранов добыл было неважно и стало склонять нартское большинство с почтением головы перед важничающим нечестивцем запустить дьявол к нартам таких до лимонов и творят они беззаконие и тянет нартов совсем не на великие дела для которых создал их творец и гибнет их больше чем рождается так время от времени дьявол вымачивал нартов в их собственной крови смеясь в лицо богу до лимонов всегда тянуло на разбой возвращаются перед честным пахарем задирают голову дескот глуп недоумок пащет и пащет и зависит от погоды а на самом деле следует выбирать другую судьбу брать все что можно не дают добром отбирать хитростью или силы а самые-самые долимоны среди них выдавали себя за богов настоящих святых вообще ни во что не ставили или вспоминали для компании тостов святилища часто были заброшены в грязи но Макьян ни за что не напомнит нартам что вначале нужно навести в них порядок а кричит нарты великий превеликий народ то же самое сегодня происходит наше святилище в каком состоянии прежде всего храм находится там где наши сердца пока мы не приведем себя в порядок с себя не начнем сами понимаете и кричим о нашем величии о нашем прошлом вот все что вот здесь вот в этом отрывке описывается все в точности происходит сегодня разве это не предсказание все повторяется далее если же кто из волнующихся сердец напомнит собратьям о грехах да лимоны насылали такую злую на прослину что могло разорваться сердце у клеветанного человека на то они и да лимоны что не свет в их сердцах от тьма тогда в толпе с гордостью начинали думать что есть и у них громогласные а что было были это как правило коварные да лимоны не всегда понимали потому что к тому времени черта между добром и злом оказывалась стертой на этом статья закончилась я думаю вы поняли о чем идет речь и сейчас я постараюсь вам более глубоко от своих слов разверну что такое эти долимоны вот в конце вы поняли да к тому времени черта между добром и злом оказывалась стертой то есть сегодня так и происходит грант мы переходим когда переступается через святое и створятся творится все это беззаконие непонимание между усобиц и так далее и тому подобное теперь давайте теперь давайте поговорим о том кто это такие долимоны на нашем языке долимонта долеймон мон на нашем языке дух долеймон долимон долимон твой друг вторая природа сущности человека так давайте я вас поприветствую потом продолжу Алла Амбайра всех защитших еще раз приветствую я до конца уже договорю свою мысль а потом постараюсь ответить на ваш вопрос так что такое эти долимоны о чем идет речь изначально понятно что это вторая природа сущность человека те же можно сказать шайтаны черти злые существа совсем недавно если вы слышали мы узнали о том что в Южной Осетии верхушка правительства верхушкой правительства Южной Осетии правит секта мормонов слышали о таком если не ошибаюсь это агенты Америки спрашиваются что они делают там да какие цели кто они вообще такие странные агенты Америки тут мы постоянно говорим о Рокшильдов Рокфеллеров всех этих известных известных нам людей которые все масоны масонской ложе которые правят этими банками но но не суть в этом мы тут получается за наши земли наши предки отдавали жизни защищали защищали ее тут постоянно мы да у нас выборы выбирали кого-то шла агитация тут мы и так уже давно поняли что по сути не люди выбирают а верхушка людей которые им выгодны как мы это с вами поняли а тут без нашего ведома оказывается что какая-то секта мормонов на нашем языке мормон мормон убивать мормон в принципе не важно как хотите так и называйте суть ни от этого не меняя они могут по-разному называться но суть в том что они просто так вот я в своей мы на своей родине не можем быть царями царями на своей земле наши патриоты а тут легко и просто какая-то секта мормонов о чем это говорит о том что раз так легко и просто без нашего ведома выбора и вообще она там правит вершит судьбами судьбой нашего народа получается у этой секты власть сила по всему миру понимаете о чем речь идет значит все те события которые происходят внутри политики между нами народами кавказа любые даже между конфликты между ингушами астинами и любые другие планируется задолго намного задолго до того как они случаются понимаете о чем речь к чему я это говорю вот эти долимоны что это такое мы тут получается грыземся там ведемся над какие-то провокации конфликт не понимаем не понимаем даже что за нашими спинами кто что а ведь они все зерно раздор они укореняют ненависть к друг другу например астин с ингушами с грузинами то есть все это делают те кого мы даже и представить не можем есть такая цитата идеальное рабство когда рабы не подозревают что они рабы вот тут та же самая ситуация вот причем здесь долимоны и мормоны суть одна и та же понимаете нашими умами над нашими умами есть умы которые нами манипулируют уже давно а вся проблема большинстве всего из-за легко внушаемых слабых людей неосознанных которым легко что-то внушить будто на религиозной почве вот как роботу программу вводят и стоит его завести все он готов убить себя ради да но он не понимает кто за этим всем стоит и за что он идет вперед понимаете то есть ходячий зомби получается вот почему в последнее время я постоянно пытаюсь довести наш духовный религиозный корень и вообще религию ассадин через самосознание самоосознанность вот если кто помнит этот ритуал был проведен 7 февраля нашим патриотом Алланом Мамиевым через разжигание огня чтобы пробудить единый дух ассо чтобы поняли и осознали во-первых кто я задали себе вопрос кто были наши предки что они несли за что отдавали жизни вот через этот поиск через свое сердце осознали понимаете а проблема в корне в том что не имея эту самосознанность многие люди которым внушили это все и религии и на почве религии да они автоматически становятся вот этими самыми мормонами автоматически потому что уже у них своей головы нет своего мышления логики мышления ума своей личности индивидуальности самоосознанности то есть нет ищущего сердца правды то есть слеповерцы которые легко ведутся на разные провокации вот сегодня вы видите очень много антирасистов блогеров вы их лучше меня знаете вот это есть мормоны они и не мормоны может но автоматически те кто стравливает народы здравомыслящим людям нормальный в каждом народе они есть это не нужно но из-за их равнодушия вот их неосознанности которые легко плывут по течению думать что вот нет ничего это притеснение было с древних времен потому что все время шла борьба за ресурсы земли господство над миром это издревле шло понимаете то же самое сегодня вы думаете вот когда говорят евреи хитрые они не хитрые они просто знают умные и работают над этим и сегодня мы в таком положении что должны быть миллиард тысяч не знаю сколько раз быть евреями чтобы что-то предпринять сделать мобилизовать свои таланты гении в умов иначе сегодня мы шашлыками ничего не добьемся папахами козырями как раньше на конях мы этим мы уже ничего не добьемся понимаете поэтому надо думать а мы продолжаем как я вижу борьба там бои без правил это все уводит нас от сути понимаете и себе представить можете кто у нас верхушки правления у власти находится вы даже не понимаете какие цели планы я на своей родине на своей земле не знаю кто там так как я не выбирал вообще не знаю какие у них какая у них идеология что они преследуют какие цели планы понимаете и они нами правят секта на себе такое представить можете если они так легко там сидят то представляете какой они власть по всему миру значит исходя из этого все политические события войны это кто устраивает естественно вам это вот это есть эти долимоны вот это единство кавказа которое у нас всегда было вот если тогда они были и сейчас одно и то же вот эти два листа которые я вам зачитал это когда было написано из уст в уста это передавалось в устных у нас именно был устный если кто-то ценит а я знаю что многие народы на кавказе бьют грудь что нартовский эпос нас мы аланы мы скифы мы то знаем кто есть кто просто все народы имеют отношение к нашей культуре к нартскому эпосу и по факту вот вам и вся правда и пусть это обращение это мое обращение вот эти два листа сами найдите в поисковике в стране поздних нартов зачитайте то есть если вы не поймете эту причину все его дальнейшие какие-то бесполезные если не знать причину происходящего что тут мы то и так знаем на поверхности ну вот то что я вам зачитал это еще вас приводит глубже к пониманию что происходит сами люди понимаете уже автоматически если вы думали что вот какая-то секта то тут настолько все глубоко что вы сами автоматически становитесь этим долимоном мормоном понимаете так дайте я зачитаю ваше сообщение Алан война за территорию будет на Кавказе наверное она да всегда была есть и будет руха байрай файз рамазан байрай приветствую всем помирцам нашим родственным по языку народом приветы всем ариям так давайте знаете как сделаем этот эфир чтобы он был покороче информативнее чтобы мы да не молчали не ждал я вопросов там ну чтобы у нас одна такая тема была это к народам Кавказа было мое обращение поэтому те кто посмотрят автоматический максимальный репост в общем то не для хайпа это делается поверьте мне это должен знать каждый кавказец если он кавказец если он неравнодушен тому что происходит не зная этого нет будущего без прошлого без этих знаний нет будущего и настоящего своего я в конце концов вы не знаете кто вы сейчас другие времена другие технологии правления кольчуги мечи уже не помогут здесь другие технологии правления массами в том числе и через пищевую пищевая война это сахар другие химические которые добавляют продукты одно из то есть воздействие этих веществ точно такой же как и алкоголь поверьте мне но на психику очень сильно влияют в том числе вот как и религия формирует психику мышления человека мировоззрение точно так же эти все со всех сторон постоянно идет вот эта война можно сказать то есть вас убивают не прямо физически а психически другим способом другого мода из запада которая к нам пришла идеология которая нас разобщает непонимание у нас разделяя власть с разных сторон я еще помню когда в майдане начался война до этого уже слышал что вот эти разные спецслужбы волны какие-то наводят допустим на толпу у них уже или например на одного человека можно навести у него инфаркт инсульт и ты не докажешь и мне один человек помню пытался доказать это что этому есть доказательства факты но я уже не помню так как это было давно но я помню эту тему тогда это было называлось торсионный общак нулевая власть если кто-то помнит тогда и заговорили о масонах там всевидящее око и так далее ну суть они уже открыты это все открыто официально вот про тех мормонов о которых я говорю они открыты вот зайдете наберете мормон свободно понимаете абсолютная власть абсолютная потому что это настолько нужно иметь абсолютную власть что ты уже в открытую это говоришь и не тебе ничего не страшно настолько там все это заранее прорабатывалось да структура вот эта понимаете то есть это вы может знали но речь тут с самого начала шла до лимонов вот то что уже между людьми это то есть тут нужно это воспринимать не как того что что-то отдельное секта нет если у человека нет самосознанности вот то что я пытаюсь постоянно донести вот это понятие нашей религии оса воин света религия сердца дисциплина контроль то вы автоматически становитесь этим долимоном мормоном вот что я хотел главное донести то есть мы сами себе враги получается так фрейд уолан была зеленчукская письменность или ошибаюсь как известно да священная веста на санскрите я помню у меня даже осталась письменность на санскрите было на нашем языке написано так зорт зорт шут овестак зент баст пророк заротуштра овестак овестак это священная овеста зароастризм зент на нашем языке зумта зумтум овестак зент баст на нашем языке баста, края то есть на санскрите на нашем языке звучало и так пророк Заратуш что авистийский авистийский знание принес в края ну как-то так это на нашем вот многие мне говорят какое у вас письменное писание священное вот и говорите у вас своя религия но я всегда говорю так у нас именно вот у Осетин не дошло письменное писание по причине того что изначально шло притеснение от арабских завоевателей их идеологии и религии поэтому наши предки пытались сохранить знание в зашифрованном виде в кадагах пословицах в Тауровах в Нартовском эпосе вот эти два листа которые я вам зачитал вот вам поэтому они пытались и многие этого не понимают и начинают им именно нужно писание но только ищущий может сердцем познать знание нас истинный тот кто сердцем ищет есть такая пословица поговорка о Итаурах собрались Нарты до Редзанта ну я на поверхность скажу точно у меня написано но от своих слов скажу рамбурданца Нарта до Редзанта в общем собрались Нарты до Редзановы Нарты и думали о будущем своих потомков что с ними будет ну переживали за них там и пришли к такому выводу в общем будет забываться наш хотягский язык и Осетия будет разрушаться Ирисом Пурхакандзей и один из них не помню его имя самый изумнейших сказал так но оставим их знания в пословицах поговорках там было так сказать Перевод Мы-то знаем что будет последствий но пусть нас вспомнят умнейшие последние из умнейших то есть истинных и те кто будет нас помнить тому останется наша слава раньше мы были имя не мирон но красивее наш язык на хотягском что такое хотяг от слова хатун переворачивает то есть этим они хотели сказать там знание а у нас язык сакральный вся восточная философия вот в нашем языке очень четко на нашем все звучит поэтому если кто-то хочет в нардском эпосе что-то познать то прежде всего на осетинском языке потому что в нем заложены наши исторические события исторические персонажи герои быт верования традиции обычая и мудро знание все там есть но это я о чем говорю это в устных преданиях но если кто-то хочет именно писание религиозное то это священное весто веды за растризм до них мы тоже те же понятия несли это и есть наш агдал арт да у твой огонь арт вот наша религия ас-садин ас воздан ездон ирон аллон суть там синоним один производная арта огонь божественный огонь всепроникающий всепронизывающий творец частичка в каждом это есть нарт ари у них у всех синоним один даже воздан ездон не просто на русский скромный а это богоподобное качество то же самое имеет понятие йог от слова огонь тоже то есть тот кто несет законы мироздания всевышнего в хаос для создания тут гармонии на этом и держится наш мир на порядке надструктуировано это все там синоним суть одна и вот эти все понятия наши фарн небесная благодать в иранской мифологии в той же овесте вот это понятие аса все там есть это те кто хотят вот именно писание как я сказал фред руха фред напомню советую обратить внимание на книгу эльфиса леви или фас леви учения и ритуал прочитай много и знаешь дополнение интересно теперь будет провести после этого параллель с Блавацкой ну а не надо дочитать я же говорил две книги там суть у них там я уже говорил что не истинно не в этом далеко не надо углубляться надо вот исходить от того что говорили духовные учителя пророки любовь к ближнему это главное это ключ к любому духовному восхождению это есть истина если нет любви к ближнему то какая суть куда-то лезть вечно ты в эти знания углубишься уйдешь куда-то на ракете своей улетишь там по мирам и что дальше любовь это истина или как говорил наш великий поэт Костар весь мир мой храм любовь моя святыня просто возможно вы не видите в этом еще про истину к чему это это все надо но знания если у вас нет этой любви то они вам и не дадутся и вы их никогда не поймете через слова вы будете бесконечно углубляться и ну что что вы там найдете для вас это не есть счастье счастье именно когда человек любит любящий у него сердце вот это главное а если он нет он пуст и что ему от этих знаний ну вот ты будешь по мирам вот узнаешь что за вселенной еще вселенная там еще 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 и что дальше ты в этом найдешь свое счастье или умиротворение в чем суть жизни ты поймешь что в самой жизни вот он все есть абсолют творец вездесущий всепроникающий а то что вот это есть это на самом деле вот то что сотворили мы и на этом мир держится на разном его проявлении материальном на самом деле это иллюзорный мир любовь к ближнему значит все есть на самом деле единое вечное бессмертное это немалое друха любящее сердце это немалое это можно сказать конечная истина все пути вот то что ты мне говоришь почитай это почитай это все туда идет потому что там ничего нет за любой материей нет ничего вообще пустота а теперь сам подумай если пустота на самом деле все то получается мы создаем структурируем этот мир если мы сами структурируем значит по своей сути он ложен потому что мы и сами от единого творца делились сами творим и придаем этому значение значит оно ложно и мы ему придаем смысл не так ведь и ты допустим мне говоришь познай мы то сами себя познаем сейчас то что сами уже сотворили но истина в том что на самом деле ничего нет это есть абсолют понятие абсолюта то что вечно бессмертно понимаешь вот те знания ты хочешь сказать что это истина в этих но на самом деле в них в любви можем так сказать а это как ты придешь к этому будешь скитаться оно лишь тебя освобождает от проблем от страхов каких-то вот эти знания и не более просто вот все что мы пытаемся узнать это по причине того что постоянно мы с детства видны чувственность иметь давление общества социальной среды и вот эта власть под страхом того что вот мы да нас в обществе не примут что мы рабы вот нам работать надо и мы вот начинаем думать почему так происходит эти знания просто нам помогут мне я опознал я понял что на самом деле под ним ничего нет мы сами творим этот мир мы ему делаем добро зло нет ничего на самом деле есть только абсолют но бесконечен вечен бессмерт понимаете эти знания именно ведут вот к этому ты с этих книг вообще ничего они ведут вот именно к этому что нет ничего парадокс ты почитаешь тысячи книг и они тебя приведут к тому что ничего нет на самом деле парадокс и это не сказать что не надо оно надо чтобы тебя именно ты понял знаете почему причина этому потому что вторая природа ума она вот причина все в ней она постоянно начинает суждение вот есть абсолют бесконечный вот есть все и ум это есть от дьявола он начинает суждение определение Бог что-то делать как-то что-то там творить придавать смысл накручивать и ты же сам себя вводишь от абсолюта и чтобы опять это понять тебе надо опять много чего-то научить там понять чтоб ты понял что на самом деле ничего нет ни страха ни проблемы это мы люди сами структуриров создаем это понимаете а те кто начинает вот ты предлагаешь вот там там знания какие-то это значит опять цепляться и уходить ты предлагаешь уходить от этого опять все равно ты придешь к тому о чем я говорю что на самом деле это все наструктуированное нет это все ложное оно держится до тех пор пока ты им вот внушен ты внушен что вот внешний мир который ты ощущаешь вот стол трогаешь и он вот он на самом деле внутри находится и представляете настолько нам надо было это внушить чтоб мы это чувствовали как что-то от нас внешне материальное что мы друг от друга отдельно нас много а на самом деле все есть один единственный абсолют все то есть из ничего как во всех писаниях из непроявленной появилось проявленной из ничего появилось две стороны вот так же и три пирога в чем секрет этих трех пирогов когда мы создаем три пирога вот в быту вот как это происходит прямо буквально мы создаем вот сотворение мира потом это все съедаем из непроявленной проявленной мясо тоже это обозначает жертвоприношение то что все есть ничего в тебе есть дух абсолют он есть очищающий порождающий создающий это есть дух вездесущий вот мы мясо кушаем все мы кушаем все его нету этот огонь очищает внутри нас есть этот дух огонь вот все скифское искусство золото оно именно на основе солярного символа это есть духовный божество там когда хищник и жертва в таком солярном символе заключены это есть хищник кушает жертву и вот так это есть обозначение огня духовного божественного вечный круговорот говорящий нам о том что ничего на самом деле это иллюзия есть только абсолют все никаких секретов на самом деле нет это мы сами все создаем так я как сказал выйду потому что покороче мое видео было то у меня проблема бывает загрузки так я сейчас наверное фейсбук перекочую но по возможности вот если из других наших соседей кавказцев народа вот максимальный репост именно вот эти два листа два отрывка из нардского эпоса они должны и суть понять суть всех причин и бед руха в инстаграме я заходил я вначале в инстаграм заходил и мне этот ошибку выдает и вообще там захожу на страницу и не вижу свои публикации может заблокировали я говорил как-то что мне оповещение пришло заблокировать по неизвестной мне причине сказали на права а какие они поэтому я не знаю сейчас я в фейсбук хочу выйти или сейчас я смотри тогда в инстаграм зайду если там выйдет я выйду если нет тогда в фейсбуке ладно правильных вам дорог чаю на разум у так вот вот я вот и Продолжение следует...